Я у внука спрашиваю, тебе ландорики или пирожки? Он говорит, мне пирожки. А внучка говорит, а мне ландорики. Ну, я говорю, хорошо, я исполню одному и другому. Вот это у нас пирожки. И они будут жариться у нас в растительном масле. А вот это сейчас... Так как у нас начался сезон, сезон пирожков с луком, лук нарос и с яйцом. Но у меня будут ландорики. Ландорики. Давайте будем готовить. Сначала заведем для них тесто. Что для этого нужно? Я буду наливать 2,5 стакана воды. Вода теплая, подогрета. 2 стакана я вылила. Наливаю еще полстакана. И остальное доливаем растительным маслом. 2 ложки сахара. Две пачки дрожжей по 10 грамм. И 2 ложки муки из отмеренного количества. Дадим заработать дрожжам. И будем готовить дальше. Духовочку я подогреваю для подъема 50 градусов. Потом я выключаю и оставляю только на лампочке. Ждем подъема дрожжей. Дрожжи работают. Хорошие. Столовую ложку соли. И замешиваем тесто. Постепенно добавляем муку. Тесто получилось вот таким мягеньким. Чуть-чуть прилипает к рукам. Но это ничего страшного. Тазик мы растительным маслом смазываем. Немножко на тесто. Тазик смажем. Сейчас поставим в теплое место его на растоечку. Шикарное. Вот такое оно тесто. Один раз дадим ему подняться и будем готовить наши ландорики. Что нужно для начинки наших пирожков-ландуриков? Яйца у меня уже они отварные. Я их сейчас буду чистить. Лук, который тоже я сейчас весь отсортирую, переберу, перемою его, подготовлю. И растительное сливочное масло для того, чтобы у нас начинка была вкусной. Ну а дальше мы посолим эту начиночку. И она будет у нас готова. Пока подходит тесто, занимаемся начинкой. Яйца перечистила. Лук промыла, прополоскала, отсортировала. Теперь будем его нарезать. Нарезайте их кто как может. Помельче желательно. Чтобы начинка была более нежная, лук немного нужно помять. Добавляем соли, но немного, чтобы нам не пересолить нашу начиночку. И немножко мы помнем лук, чтобы он был ароматный и помягче. Чтобы нарезать яйца, у меня есть вот такая штучка, на которой очень быстро готовится. Вот такая, друзья, начинка получилась. Вкусная, ароматная. Я сюда залила сливочное масло. И получилась вот такая сочная, хорошая начиночка. Так что будем, давайте готовить дальше. Тесто подошло. Постояло у нас, оно где-то минут 45-50. И теперь мы будем готовить из него пирожки. Вот такое шикарное тесто получилось. Пирожки, ландорики мы их называем. Такое название придумали у меня дети, внуки. Такое хорошее тесто. Можно работать безо всего. Без муки и без масла. Не прилипает к рукам. Разделываем на колобочки. Вот такие примерно пирожки у нас будут. Смазываем стол маслом. И на смазанный стол будем разделать вот такие пирожки. Оно делается руками очень легко. Не надо нам скалку. Накладываем начиночку. Защипляем. Хорошо, чтобы он не расползался. И пока складываем на стол. А это пирожки. А это пирожки. А это пирожки. посмотрите какие пирожки мягенькие тоненькие волшебные пироги попробуем очень вкусно начиночка тесто тонкая воздушная мягкая вот такие пирожки ландорики получились вкусные мягкие воздушные ароматные